К международным новостям. Совет Безопасности ООН возобновил рассмотрение заявления Палестины о полноправном членстве в ООН. Переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик. Нетаняху назначил дату наступления. Далее Международная хроника. Как сообщает Синьхуа, Совет Безопасности ООН в понедельник возобновил рассмотрение заявления Палестины о полноправном членстве в ООН и решил передать этот вопрос Комитету по приему новых членов. Комитет, состоящий из всех 15 членов Совбеза, начал собираться в понедельник днём для обсуждения этого вопроса. Для принятия нового государства в члены ООН требуется большинство в две трети голосов Генеральной Ассамблеи. В настоящее время Палестина является государственным наблюдателем, не являющимся членом ООН. Хамас отклонил предложение Израиля о прекращении огня, сделанное на переговорах в Каире. А премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяху заявил, что назначена дата вторжения в Рафах. Последнее убежище в Газе для перемещенных лиц палестинцы. В воскресенье Израиля Хамас направили в Египет группы для переговоров, в которых участвовали катарские и египетские посредники, а также директор ЦРУ Уильям Бернс. Другой представитель Хамаса ранее сообщил Рейтерс, что на переговорах не было достигнуто никакого прогресса. В глобальных цепочках поставок появились новые точки стресса в виде фатального землетрясения на Тайване и закрытия гавани Балтимора, что потенциально может помешать постепенному восстановлению торговли. Порты восточного побережья США спешат принять грузы, перенаправленные из Балтимора после смертельного обрушения моста на прошлой неделе. Главного тайваньского производителя самых передовых в мире полупроводников потрясло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Тайваньская компания по производству полупроводников и Объединённая корпорация микроэлектроники остановили работу некоторых машин по производству микросхем и эвакуировали персонал на некоторых предприятиях, хотя обе компании рассчитывают возобновить нормальную работу. Экспортные заказы Тайваня резко упали, несмотря на надежды на рост продаж электроники. Мировые цепочки поставок в настоящее время стали ещё более нестабильными, поскольку продолжающиеся насилия в Красном море по-прежнему вынуждают контейнеры, путешествующие между Азией и Европой, выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты вокруг Африки. ООН выразила обеспокоенность последствиями засухи в Юго-Восточной Африке после того, как Зимбабве стала третьей страной в регионе, объявившей чрезвычайное положение. Также было отмечено, что более 2,7 миллионов человек в Зимбабве сталкиваются с нехваткой продовольствия из-за засухи, несмотря на то, что правительство и гуманитарные партнёры инвестируют средства в программы, призванные предотвратить наихудшие последствия засухи. По словам Стефана Джижарик, официального представителя генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, экстренный призыв к оказанию гуманитарной помощи в связи с засухой в Зимбабве разрабатывается и начнётся в ближайшее время. Как сообщает Евроньюз, последовательность опрокидывания рекордов тепла в воздухе и океане продолжается, поскольку учёные-климатологи призывают к быстрому сокращению выбросов парниковых газов. Прошлый месяц был самым жарким мартом за всю историю наблюдений, став десятым месяцем подряд побившим рекорды, отмечают учёные Коперника. По данным климатической службы Евросоюза, глобальная температура воздуха в марте была на 0,73 градуса выше среднего назначения за последние 30 лет и на 0,10 градуса выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года. Это десятый месяц подряд, когда температура была выше, чем когда-либо зафиксированная для соответствующего времени года. Чтобы остановить дальнейшее потепление, необходимо быстро сократить выбросы парниковых газов.